Илона Зато оно имеет очень сильную энергетику и сулит много хорошего носительницам. А еще у этого имени отличная совместимость со многими мужскими именами. Сегодня женское имя Илона продолжает числиться в категории редчайших русских женских имен и приходится по статистике не более чем на 10 девочек из 10 тысяч новорожденных. Значение и энергетика имени Илона Значение имени Илона сулит много важных, редких, но и противоречащих друг другу характеристик. Обычно носительницы этого имени наделяются такими чертами, как свободолюбие, независимость, черствость, серьезность, рассудительность, расчетливость, принципиальность, напористость и трудолюбие. Правда, все эти черты проявляются у носительниц не сразу, а лишь по ходу взросления и в разных консистенциях. В целом же можно сказать, что большинство Илон – это девушки с отменным характером, одновременно подходящим и человеку-лидеру, и женственной личности. Это по большей части двойственные и хорошо уживающиеся в одной личности натуры. Самое главное достоинство всех Илон без исключения заключается в том, что эти девушки всегда добиваются целей, которые сами же перед собой и ставят. Они ни перед чем не останавливаются и всегда идут вперед, экспериментируя, улучшаясь и не оставляя попыток. Илоны плохо относятся к людям, которые не желают ничего делать для того, чтобы добиться чего-то большего, нежели есть. Плюс носительницы этого женского имени стараются избегать общения со слабыми волей и духом людьми. Астрологическая символика имени Илона Камень-талисман – Аметист Планета-покровитель – Марс Покровительствующая стихия – Огонь Животный символ – Кукушка Растительный символ – Ирис Лучший зодиак – Овен Число Илоны – Один Счастливый день – Среда Идеальный сезон – Весна Илона в детстве Уже с ранних лет Илона начинает демонстрировать свой характер всем окружающим. Эта девочка, имеющая такие черты, как реализм, серьезность, рассудительность, умиротворенность и спокойствие. Этой малышке чуждо различные проявления легкомыслия, фантазии и воображения. Полагается исключительно на логику и здравый смысл. Безусловно, в некоторых случаях это может и повредить, тем более в детском возрасте. Но на характере Илоны это вряд ли сильно скажется. Сверстники могут ее недолюбливать из-за склонности к рассказыванию правды взрослым. Ее считают ябедой. Но она просто не может врать и обманывать старших, так заложено в ее подсознании. Родителей она радует. С ней редко возникают неурядицы. Наказывать ее практически не за что. Выполняет все обязанности, слушается и повинуется. Часто просит совета у взрослых и не пренебрегает критикой, а использует ее в собственное благо. Все вышеназванное скажется и на будущем. Илон и подросток В возрасте подростка девушка по имени Илона может сильно измениться. А может и напротив, остаться такой же, какой и была в раннем детстве. Хотя на самом деле трудно предугадать. Ведь значение имени крайне странно и необычно влияет своей энергетикой на девушек. В школе, к примеру, это и вовсе может быть идеальная ученица, девушка с отменным чувством юмора, совестливая и честная, практичная, трудолюбивая и серьезная одновременно. Она в любой момент готова прийти на помощь и выручить друга. Но только честными путями. Никогда не согласится кого-нибудь обмануть или обвести вокруг пальца. Это и порождает в ее окружении много врагов, для которых обман – это стиль жизни и способ достижения целей. Она не станет добиваться намеченного путем обмана, корысти или предательства. Не создано для этого. В браке Достаточно сложно сказать, какой женой на самом деле будет девушка, получившая при рождении имя Илона. Но некоторые черты, что в теории сулятся энергетикой этого имени, позволяют предположить, что носительница этого имени никак не должна быть плохой женой. Почему? Да как минимум потому, что плохой супругой не может быть столь рассудительная, серьезная, правильная, надежная, преданная и верная женщина. Хотя, безусловно, бывают случаи разные. Помимо всего вышесказанного, стоит сказать еще и о том, что супруга в себе Илоны обычно выбирают крайне осторожно, в силу своей рассудительности и предусмотрительности. Будучи человеком рассудительным и предусмотрительным, осторожным и расчетливым, Илона будет тщательно изучать партнеров. И сойдется в браке только с тем мужчиной, в котором будет уверена на все 100%. Ну а в дополнение можно добавить еще и тот факт, что своему супругу Илона наверняка будет хорошей, верной и преданной женой. Она всегда поддержит его в новых начинаниях, поможет, если потребуется, подскажет, посоветует, если супруг спросит ее совета, и пойдет навстречу, если будет нужно. Это женщина, на которую супруг всегда сможет положиться. А ведь в наше время это редкость. Илона как мать Какой будет матерью женщина по имени Илона? Как показывает практика, в своем большинстве Илоны это отменные мамы, но не в смысле любви к детям и жертвы ради них, а в смысле ответственности, обязательности, честности, правильности и многого другого. Может, Илона и не будет сверхнежной и мягкой мамой, позволяющей детям все, что взбредет им в голову, но зато она обеспечит их всем необходимым и даст все то, что должны давать матеря. Но стоит отметить и тот факт, что идеальным вариантом в случае Илоны будет спланированная беременность, запланированная издалека, а не внезапная и случайная. Илоны в своем большинстве любят планировать, предусматривать и предполагать, а не жить случаем. Если беременность будет планироваться, то у нее будет шанс подготовиться к ней, смириться и подготовить себя в психологическом плане. К тому же, подготовка будет очень кстати, если речь идет о карьеристке. Ведь карьеристки среди Илон встречаются довольно часто. Детей же Илона будет любить одинаково, что первенца, что второго ребенка, что мальчика, что девочку. И давать она им всего будет поровну. Но что до воспитания, так им должны будут мама и папа заниматься равномерно и одинаково. Эта женщина не будет терпеть папу, отстранившегося от воспитания детей и ответственности за их развитие. Совместимость Наилучшая совместимость у имени Илона с такими мужскими наименованиями, как Данил, Тимофей, Марк, Максим и Александр. Тут имеются огромнейшие шансы на построение крепкого союза, брака, полного страсти, чувств, искренности и любви. С Владиславом, Виктором, Юлием, Елисеем, Матвеем, Тимуром и Иосифом отношения также могут быть наполнены всем ранее названным. Но до брака вряд ли дело дойдет, ибо тут нет связи в плане эмоций и любви. А вот с Демьяном, Лукой, Альбертом, Эльдаром и Эрнестом и вовсе отношения лучше не строить. Кроме разногласий, ссор, ревности и скандалов ничего больше не получится.